ну ладно посмотрим опять вот еще не прошло ну что друзья Леонид Бухтияров привет из Казахстана Синдябрьские морозы минус 8-10 листья на деревьях и кустаников замерзли в зеленом виде и висят до сих пор в том числе и на абрикосах а на сеянце персика двухлетки замерзли только у земли а остальные живы-здоровы персики с косточки из базара южный но перестарификация был цикличен проморожен в морозильной камере да вы Леонид если бы вы ладно мы с вами любители нам не потянуть это наблюдение ваше великолепное промораживание в морозильной камере могли бы пробудить в нем такие качества что он и правда оказался более надежным чем на данный момент чем допустим абрикосы так но если бы эту работу кто-то специально бы провел если бы кто-то вот самое интересное что есть такое дело да такое дело есть например мне доводилось читать без подробностей что промораживание в камерах это чисто научная работа и она проводится и проводилась так но она проводилась с целью установить предельную морозостойкость якобы морозильной камере можно установить какая морозостойкость не в практике а в практике то холодно то жарко то много с неба падает воды то мало то засуха то это то мороз не мороз и придумали морозильные камеры ветка замерзла значит предел морозостойко 42 а вторая замерзла при 32 а третья 26 уже замерзла обычно про пешки таки говорят вот через 28 дальше мертвые вот а вот именно и якобы работа по с помощью промораживания и получения морозостойких сортов якобы наукой проводится то есть упоминается первое это это самая селекция с помощью мороза вторая селекция с помощью значит не кто-нибудь вспомнит это с помощью то есть радиации третья с помощью ядов ну чего же это получить новые свойства вот морозы яды вот и это самое просто забыть морозы яды и морозы видите как быстро забываю излучение то есть радиация так теперь что получается вроде работа проводится но наука стала каким-то закрытым орденом нам не видно и не слышно а результата тоже не видно и не слышно то что иногда браурное было объявлено я долго смеялся над этим новым сортом груши новым сортом слив если это и все то пусть бы они лучшие это обратились ко мне и тогда бы у них было бы вот то самое что я вам показывал вот здесь вот 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 это вот но к сожалению до этого дела никогда не дойдет вот такие дела так а жалко мы сегодня многого не успели увидеть ладно идем дальше какие могут быть посредства для абрикосов все сеются в ваших костях значит вы имеете ввиду что вы и только персик проморозили а абрикосы нет но у вас получилось для Казахстана а северный Казахстан это та же Сибирь а у вас северный Казахстан значит морозы минус 8-10 они никакого вреда абрикосам не принесут даже и не сомневайтесь вот это я просто так говорю чтобы у вас не было сомнений что все сеянцы из ваших костях будут живы если они не будут живы то по совсем другим причинам а уже за этих сентябрьских морозов вот это не причина чтобы они погибли так Татьяна Федосеевна здравия садоводом брат Юрий привет Валентина Курган добрый вечер свинин привет архангельская умность еще раз спасибо вы прислали 500 рублей на этот самый на ноутбук получилось так меня услышали был самый крупный перевод 1600 рублей но человек не стал светиться там только имя отец по моему вы прислали 500 еще присылали 500 300 200 в общем на ноутбук девочкам все полусиротам я с вашей помощью собрал 4000 добавил своих 27000 получилось 31 я решил так это на всю жизнь покупать комиссионки этот самый поддержанный это значит возможно и деньги выбросить и девочек подставить я взял Тимошку вот говорит Тимошка пошли поможешь выбрать пришли там были 80 тысяч 50 тысяч самый дешевый был 30 тысяч но предавец тут же сказал но он без 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 чего-то без процессора нет не помню без чего-то 30 а следующий был 31 а это как нормально Тимошка говорит да это хорошее лучше моего потом был самый интимный момент едем мы чтобы вручить ноутбук за 31 тысячу девочкам вот и вдруг Тимошка говорит а может быть мне его себе оставить а мой должен отдать я молчу едем дальше вот или когда мы подъехали к дому Тимошка говорит нет не буду пусть забирает новый за 31 а я останусь со старым вот так мы с вашей помощью купили девочкам ноутбук вот а мне навеял Михаил Свинин он 500 рублей это писал именно первые именно для этого так отчитался это чтобы не думали куда же ваши деньги то делись эти 4 тысячи муза добрый день дайте дайте пожалуйста характеристика севатыринского абрикоса скотч который скатал у меня есть два назад я подходил каждому и и это самым кто-то из моих помощниц держал руки табличка нам написано номер один номер два номер три и фотографии и плоды значит ну в принципе я бы мог бы сейчас найти но по моему уже время наше оканчивается я мог бы на следующем вебинаре найти эти фотографии и показать номер один номер два номер три и так до восьмого но что я скажу когда началось первое плодношение на пятый год заплодносил один на пятый год нет на четвертый а один он был мелкий-мелкий еще мельче мальчурцы и кислый-кислый совершенно потом значит в следующий год заплодносили все восемь плоды были разные но тот же уровень как плоджурцы почему я назывался в итальянской потому что это прямо сбор вот нельзя их назвать культурными нельзя назвать дикими уже влияние пчелы постарались вот уже они были ну кисло-сладкие сладко-кислые моих моим конечно они выступают даже манджурцы выступают вот я не хочу их нахваливать у них есть одна особенность они плодоносили даже тогда когда у меня в саду было пусто попадаются за такой год пусто а они плодоносили вот именно вот это качество поэтому я его в общем-то и продаю косточки и дарю очень много дарю урожай был отборный и только на одном если помните там были красные он вдруг взял вот все были желтые один красный ну и фотографии я вам показываю вот вот не стал я разделять номер 1 и номер 2 в этом году получилась такая смесь вот именно под названием всекатолинские абрикосы вот нужны ли они прежде всего нужны ну прежде всего наверное есть такие понятия как приполярная округа ну давайте здраво расслуждаем в чем разница симатолинские горы и допустим Харбинские горы вы знаете где Харбинские ой я уже вначале сейчас значит так 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 Архангельская область Мурманская область Карелия Ленинградская область Псковская область ну там немножечко захватываем еще допустим Костромская область Верховья Волги так вот эти места и там тоже можно найти горы не горы но сопки найти можно и вот получается что вроде бы один край земли но с другого края земли то же самое то же самое в основе посады и прочее наверное их место это северо-запад наверное я так думаю вот прежде всего оттуда должны их заказывать почему если мы не имеем абрикосов вообще вспомните эту несчастную эту самую садовую допустим даже не Кострову там может расти мой брат это доказал хотя там до него ни черта не росло вот а допустим Карелия там вообще ничего не это там такие как допустим если рядом живет там например ну вот свинин Михаил то это пока единичный случай а нам что надо чтобы они укажем что выросли а для этого надо рисковать надо выписать 100-200 косточек у меня там много тысяч вот и попробовать прижимить именно в этом месте а для меня что Приморье где Секатеринские горы вот я вот забыл как город называется Харбинский если Харбином Китая вот в памяти подводит но в общем все равно это нет сейчас помню это имеет отношение к металлургии это имеет отношение к металлургии там на корейском полушейке на корейском на корейском на корейском на корейском полушейке есть так не Харбинский а ну в общем там могут расти абрикосы ответил да все извините что память не начинает подводить раньше я бы как отскакивал от зубов вот Харбинская вот память а там же горы есть да опозорился очень здорово